Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Наталья Давыдова. Я художник декоративно-прикладного искусства и преподаватель. Представляю вам мастер-класс по художественной росписи и посвящен он будет росписи открытки в стиле городец. Мастер-класс будет разделен на три урока. В каждом из уроков будут три темы. Первая тема посвящена разработке композиции в стиле городец. Вторая тема посвящена тренировочным упражнениям и постановке руки на росписи, ну и как бы изучению особенностей техники росписи и технологии. И третий урок у нас будет посвящен росписи самой открытки. Каждый урок построен от простого к сложному. Прежде чем приступить к новому уроку, необходимо пройти предыдущий. Данный мастер-класс подойдет для художников любого уровня подготовки, так что если вы новичок, не переживайте, у вас обязательно все получится. Самое главное действуйте по рекомендациям данным в мастер-классе. По спискам материалов я познакомлю вас уже в первом уроке. Самое главное это хорошие художественные гуашевые краски, хорошие кисти. А в первом уроке я рассказываю, какие кисти необходимы, потому что от кистей будет зависеть качество вашего мазка при росписи. В описании ролика вы можете найти под каждым уроком номинование материалов, которые нам понадобятся для данного урока. Что-то уже в материалах у вас может быть в наличии, поэтому посмотрите дома, может быть у вас что-то уже есть. И, соответственно, если каких-то материалов у вас не хватает, смотрите по списку, что необходимо, и найдите в ближайших художественных магазинах либо маркетплейсах с доступными товарами вашего города. Также хочу сказать, что у каждого своя скорость письма, поэтому не переживайте, если вы что-то не успеваете, ставьте видео на паузу, доделывайте и возвращайтесь снова к уроку. Не буду вас больше задерживать, давайте с вами начнем, погрузимся с вами в творчество, получим море положительных эмоций. Желаю вам больших успехов, можете делиться вашими результатами. Ссылка моего телеграм-канала есть в шапке профиля и в описании к этому ролику. Так что заходите, делитесь результатами, мне будет очень интересно посмотреть, что у вас получилось. Ну что, поехали? В течение этих трех уроков нам понадобятся следующие материалы. Каждый день будет определенное количество своих материалов. Итак, я сначала скажу в общем. Конечно, это банка для воды, самая любая, которая у вас есть дома. Палитра. Палитра подойдет в виде вот такой вот тарелочки, либо какой-нибудь блюдца. Самое главное, чтобы была гладкая поверхность. Дальше. Это ветошь, либо хлопчатобумажные какие-нибудь салфетки, бумажное полотенце. Тоже смотрите на ваш выбор. Краски. Краски художественные. Гуашевые. Помимо красок, краскам нам понадобится клей ПВА, небольшой тюбик, потому что для открытки прям небольшое количество нужно будет для росписи. Гуашь у меня вот такая вот, 16 цветов, фирмы Мастер Класс. Самое главное, проверьте, чтобы у вас в красках были белило-титановые. Не цинковые, а именно титановые. Дальше. Помимо красок, нам понадобится также малярный скотч. Вот. Я знаю, что есть малярный скотч, такой специальный для бумаги, чтобы он не повредил. Ну, вот самое доступное, что у меня было здесь поблизости, это такой самый обычный малярный скотч. Мы будем просто работать максимально аккуратно. Дальше. Это у нас самый основной такой инструмент. Это кисти. Понадобится любая широкая кисть. В данном случае у меня синтетическая кисть номер 20, можно номер 18 для фона. А у меня фирма Рублев. И три основные кисточки для росписи. Это у меня тройка, двойка, беличьи кисти. Вот такие вот две. Тоже фирмы Рублев. Круглая, с короткой ручкой деревянной, с острым кончиком. Вот. Потому что для росписи как раз-таки нужен вот такой вот идеальный острый кончик. И кисть-колонок номер один. Также фирма Рублев. Тоже с таким вот острым кончиком. Три такие основные кисти мы будем использовать. Дальше. Это у нас карандаш. Ластик карандашу. Линейка. Линейка. Небольшое количество листов. Самых обычных, тонких. Либо листы для принтера подойдут. Либо, пожалуйста, альбом для рисования. Его тоже можно использовать. Нам понадобится там несколько, два-три листочка. Этого будет достаточно. И любая бумага формата А5 плотная. Плотная бумага нужна. У меня будет бумага из такого вот альбома для акварели фирмы Гамма. Формат А5. Зерно среднее. 300 грамм на квадратный метр. Не берите крупное зерно. Лучше либо среднее, либо мелкое зерно. Вот бумага стопроцентного хлопка. Достаточно плотная. Как раз таки мы на ней будем рисовать нашу открытку. Понадобится вот такой вот один лист формата А5. Можно приобрести просто формат А4. Его разрезать пополам. И у вас будет лист формата А5. Вот такие вот материалы. Ну и мы с вами начинаем. Итак, первый урок нашего мастер-класса. Мы сегодня с вами будем делать композицию. Делать будем ее карандашом на тонком листе. Мы с вами будем рисовать открытку на формате А5 плотном листе. Я могу сразу же этот формат опять себе с этого альбома. Вот так вот взять, подготовить, чтобы понимать, что вот именно сюда я потом буду размечать свою композицию. Что можно сделать? Да, вы должны посмотреть, во-первых, на формате А4. Да, если мы сложим его пополам, у нас как раз-таки получается прям четко формат А5. И композицию мы постараемся сделать вот так вот, чтобы это все было идентично нашему основному формату. Вот. Вот они похожи. Мы с вами будем разрабатывать композицию на тонком листе. Плотный пока что мы отложим. Сейчас понадобится карандаш и линейка. Открытка у нас будет с белыми полями, поэтому на формате А5 я делаю разметку, разлиновываю с помощью карандаша линии. По полтора сантиметра с каждой стороны. Делаю вот так вот через точку. Отмеряю. Полтора, полтора, полтора. С каждой стороны. Потому что через эти точки мы с вами как раз-таки сделаем мини. И уже в той плоскости, которая у нас с вами образовалась, нарисуем нашу композицию. Через образовавшиеся точки мы проводим прямые линии. Проводим. Вот такая вот плоскость у нас с вами образовалась. И здесь мы с вами будем делать композицию. Сразу же на открытке можно взять отложенную открытку и также сделать по полтора сантиметра разметку. Мы с ней будем работать уже позже, но заранее можно подготовить формат и тоже сделать разметку по полтора сантиметра с каждой стороны. И найти вот эту точку вот здесь, здесь. Если будете что-то не успевать, вы видео можете ставить на паузу. Угу. Угу. С этой разметкой будет как раз белые поля. Мы их затрагивать не будем. В открытке потом здесь будем наклеивать малярную ленту и прокрашивать фон. Потому что у нас будет фон цветной. Будем работать максимально аккуратно, чтобы не повредить бумагу. Но для начала вот так вот ее подготовим. Сильно на карандаш не давите. Особенно вот здесь вот на открытке. То есть нужно максимально, точнее минимальное давление. Вот такая вот у нас подготовленная открытка. Мы ее откладываем. Откладываем. И сейчас мы с вами будем делать композицию нашего будущего букета. Делаем с вами композицию горизонтальную. Из чего всегда начинается композиция? Мы сначала должны с вами определить, где у нас с вами будет композиционный центр. Композиционный центр можно найти, если мы проведем через точки верхнего угла и нижнего угла. Верхний угол слева, нижний угол справа. Мы через эти точки можем провести диагональ. И также верхний угол справа и нижний угол слева. Также через эти точки делаем диагональ. И через пересечение этих диагоналей у нас образуется точка. Здесь у нас будет центр нашей композиции. Дополнительно мы с вами делаем вертикальную. Здесь можно отрисовать от руки. И если вам удобно по линейке, вы можете сделать по линейке. Делаем вертикальную осевую линию, которая будет делить вот эту вот плоскость нашу на две равные части. Каждая композиция в городецкой росписи обязательно состоит из больших, средних и малых цветовых пятен. И все цветы обязательно тоже у нас вписываются в какую-то единую форму. В форму круга, овала. Ну, в основном, конечно, это круг. Поэтому мы сейчас с вами будем формировать конструкцию этого цветочного букета. Цветы у нас будут вписываться в круги. Ну, а листья будут нарисованы по особенному типу, который мы сейчас с вами тоже отрисуем. Листики мы с вами попробуем отрисовать на второй половинке. Попробовать. Итак, начинаем с вами с центрового цветка. Так как у нас все-таки центр нашей композиции и взгляд падает именно у нас сюда, первым делом. Поэтому мы с вами сделаем первый центровой цветок. Отрисуем круг. Стараемся делать это от руки. Кому неудобно, конечно, можно сделать и по циркулю, но я рекомендую все-таки это сделать от руки. Вот это вот у нас будет центровой цветок. Где-то сверху и снизу приблизительно у нас одинаковое расстояние остается. Дальше. От цветка по бокам у нас может идти, если мы проведем осевую горизонтальную линию. Проведем. У нас могут идти дальнейшие цветы, но уже на уменьшение. Я сделаю цветок поменьше справа и цветок поменьше слева. Он будет такой же, как и справа, такого же размера. Нанизываем как бы на вот эту вот веревочку, на эту полоску, как раз-таки все цветы, как бусины. Сделали. Смотрите, чтобы расстояние между цветами не было очень большим и не было очень узким. То есть все-таки где-то миллиметров там 3, 4, 5 должно быть. Тем более, когда вот такая вот композиция достаточно, ну, большая здесь, да, потому что здесь всего три цветка. Дальше. Следующим моментом мы с вами распределим сердцевинки цветов. Как мы это делаем? Например, центровой цветок у меня будет розан. И сверху я сделаю сердцевинку, сразу ее помечу, заштрихую. Здесь у меня будет сердцевинка. А дальнейшие цветы рядом с ней, ну, расходящиеся от центрового цветка, я сделаю один цветок, который смотрит вправо, да, движение туда, вправо. А другой цветок у меня будет с движением как раз-таки влево. Сделали. Это тоже будут розаны, просто небольшие. Дальше. Что нам нужно будет еще сделать? Мы с вами сформировали уже такой небольшой букет. Я бы даже это назвала цветочная полоса, потому что в городецкой росписи есть тип композиции, который называется цветочная полоса. Потому что цветочная полоса как раз-таки строится по принципу построения на единую линию цветов и листьев. Нарисовали с вами большую форму, среднюю форму. Конечно, еще не хватает малых форм. Мы с вами это сделаем после того, как отрисуем листья. Как рисуются листья? Давайте с вами на второй половинке я покажу, как рисуется листик. Листик у нас состоит из такой вот полудуги. Второй полудуги снизу. И вот здесь вот то, что у нас образовавшиеся такие расстояния, делается еще полудуга и еще полудуга. И чтобы не было таких вот острых здесь краев, это максимально все сглаживается в такую вот линию. И у нас получается листик. Листик может быть как большим, так средним и малым. Вот такие вот листики. Давайте теперь с вами попробуем это отрисовать здесь, вот на нашей открытке. Листики нам понадобятся с этой стороны, с этой, между цветами. Это обязательно. Ну и соответственно, вот здесь вот, где у нас линия идет, здесь будут прям маленькие-маленькие листики. Давайте с вами простраивать. Значит, листики у нас как бы будут раскрываться, да, из цветов. Поэтому движение будет вот такое вот. Здесь полудуга. Формируем. Здесь полудуга, но листик мы сделаем поменьше и формируем. Один побольше, другой поменьше. Здесь отзеркаливаем, делаем то же самое. Полудуга. И формируем. Не забывайте то, что можно видео ставить на паузу. И здесь можно сделать поменьше. Сделали. И то же самое снизу. Раз. Ой. Раз. Два. Так. С этой стороны то же самое. Разворот. Разворот. Полудуга. Такая листики тоже вместе. Не совсем прям их склеиваете. И в то же время не делайте их очень далеко друг от друга. Если форму нужно поправить, все это можно стереть ластиком и поправить. Сделали. Дальше. Что можно еще сделать? Я добавлю небольшой листик здесь и здесь. И средний листик снизу. Здесь у меня получится листик малый. И здесь малый. Выглядят вот эти вот малые листики как-то по такой вот форме капельки. Можете развернуть композицию, чтобы вам было удобно это все отрисовать. Такой прямой листик. И в сторонку с одной стороны и с другой. И соединяем. Такие вот малые листочки у нас получились. Можно сделать еще сверху листиков. Таких более высоких. Более высоких. Вот так вот. Ну и здесь какую-нибудь капельку декоративную. Вот такие вот цветы у нас получили. Что не хватает? Я бы добавила бы малой формы в виде ягодок. Я их добавлю как раз таки вот в эти вот промежутки. Так. Сделаю раз ягодку. Два ягодку. Раз ягодку. Два ягодку. И смотрите какая у нас с вами получилась композиция. Просто замечательная. Эту композицию на самом деле можно перевести на кальку. И с кальки уже перевести потом на готовый фон. На открытку. И рисовать. Мы с вами сделаем немножечко по-другому. Это я уже расскажу в следующем уроке. Потренируемся с вами рисовать элементы, композиции. Чтобы нам с вами было легче выполнить эту открытку уже в цвете. Фотографируйте свои результаты. Обязательно делитесь в комментариях. Можете также делать пометку в социальных сетях. Указывая на мое имя. А также можете зайти в мой телеграм-канал и показать мне там свои результаты. Скинуть фотографию получившейся композиции. Ну и к следующему уроку готовьте краски. Спасибо. 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 Спасибо.